Здравствуйте, с вами политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Вполне возможно, что фантастические фильмы о маленьких и быстрых роботах-жучках, шпионичах за всем и вся, очень скоро станут реальностью. И, безусловно, в этом случае изменится как и военное дело, так и жизнь социума в целом. Обсуждаем это со специалистом по искусственному интеллекту, писателем Игорем Шнуренко. Итак, исследовательский институт планирования и развертывания оборонных технологий в Южной Корее заявил, что к 2027 году завершит разработку роботов-разведчиков, внешне похожих на муравьев и пчел. Предполагается, что роботы будут работать группами по несколько десятков, вести разведывательную и иную деятельность на территории противника. К исследованиям подключились Сеульский госуниверситет и Корейский институт науки и технологий. Общая стоимость исследовательских работ оценивается в 23,6 миллиона долларов. Новость могла бы, конечно, шокировать тех, кто о подобных микророботах знаком только по творениям Голливуда. В некоторых кинолентах маленькие механические жучки буквально забираются на человека и сканируют его сетчатку глаза для установления личности. Ну или того хуже, проникают прямо под кожу человека и меняют химический состав крови. В реальной жизни технологии, которые достигают разработчики, оказываются несколько другими, чем фантастики. Правда, еще более устрашающими. Например, для определения личности не нужно никаких жучков, которые сканируют сетчатку глаза. Человека обычная камера системы распознавания лица выхватывает в толпе. По его походке и биометрии лица личность легко устанавливается. Но вот что касается микророботов, то это точно не домыслы. Слишком многие структуры ими занимаются. Впервые о них стали писать в начале еще 2010-х годов. В 2012 году израильская газета «Гарец», например, сообщила, что в израильской лаборатории по заказу США проходят эксперименты с живыми насекомыми, на которых навешиваются микрочипы. При помощи микроэлектрических импульсов можно заставить насекомые двигаться в определенном направлении. Кстати, в США ежегодно направляется более 10 миллиардов долларов Агентство перспективных оборонных исследований, ДАРПА. И там тоже ведутся исследования по тому, как использовать насекомых. Ну, например, 10 лет назад там при помощи чипов научились управлять движением пчел. Правда, как выяснилось, природа все-таки берет вверх, насекомые, двигаясь в живой природе, больше озабочены поиском пропитания и размножением. Это, конечно, создает определенные сложности. Но годы, надо сказать, не шли напрасно. Нынешняя новость из Республики Корея появилась буквально через несколько дней после того, как исследователи из Американского университета Питтсбурга отчитались, что уже создали роботов-разведчиков, которые внешне напоминают пчел и муравьев. Они могут пробираться в труднодоступные места, делать, конечно же, снимки, а также брать пробы грунта и в целом оценивать окружающую среду. И вот, что интересно, а если эти роботы еще наделить искусственным интеллектом? Если они будут управляться искусственным интеллектом? И известен ведь интересный эксперимент французского ученого Рене Пиоша. Он доказал, что обучаемым может быть робот даже без искусственного интеллекта. Как он провел свой эксперимент? Взяли робота-игрушку, которая хаотично двигается по площадке и маркером рисует свой маршрут. Двигается он абсолютно хаотично. К роботу такому подсаживался только что вылупившийся цыпленок, который любой предмет, двигающийся, воспринимает как родителя. Примерно за три дня цыпленок привыкал к роботу, а потом цыпленка брали и изолировали, ставили около борта. Так что интересно, ранее хаотично двигавшийся робот приближался именно к цыпленку. Некоторые ученые стали говорить о том, что существует вот эта психическая энергия, которая может воздействовать на совершенно неодушевленное механическое устройство. То есть даже у цыпленка есть психическая энергия, которая может воздействовать на абсолютно бездумную робото-игрушку. Не менее интересными, кстати, были эксперименты, когда так же хаотично двигающиеся роботы, как и в эксперименте Рене Пиоша на площадке четко структурировались, собирались в определенные структуры. В общем, вели себя, как многие животные. Ну или как люди в некоторых ситуациях. В общем, что можно сказать? Работа идет полным ходом. Но что кому-либо действительно может прийти в голову, так это использовать таких вот искусственных пчел и муравьев для распыления ядов. Но о ведении тотальной слежки, наверное, за людьми и не приходится говорить. Соблазн использовать таких роботов будет, конечно, очень велик. Подчеркну, а что если эти роботы будут управляться искусственным интеллектом в том плане, что они смогут сами принимать решения? Вот об этом мы и поговорили с писателем, специалистом по искусственному интеллекту Игорем Шнуренко. Задачей просто слежки справятся те гаджеты, которые у людей есть. Но, конечно, остается вопрос, что делать, если интернет отключен, если, допустим, как вот сейчас Россия выходит из социальных сетей, и таким образом затрудняется сбор информации, если она, допустим, выйдет также из Гугла, то есть прекратится слежка Гугла за всеми нами, если мы не будем использовать никаких гаджетов, произведенных на Западе, и таким образом они утратят возможность слежки, и приборов там даже бытовой техники, где тоже заложены возможности, особенно та техника, которая использует домашние помощники, или там роботы-пылесосы, или прочие, то есть все они интерактивны, они могут собирать и передавать информацию. Но если речь идет о том мире, который насыщен вот такими датчиками, пропитанными, то нет никакого резона для этого сбора информации, использовать неких муравьев там, рассыпать, или там каких-то пчел, это будет все равно дорого и неэффективно. Гораздо эффективнее будет просто использовать вот сети, гаджеты, платформы цифровые. Но если речь идет о том, вот как, допустим, Россия под санкциями, исключена из всех этих технологических цепочек, не имеет как раз всяких гаджетов, цифровых платформ, и социальных сетей, и других ресурсов, которые осуществляют прямо сейчас слежку, то встает вопрос, а как действительно можно следить за такими, даже не обязательно странами, а территориями или городами, где отключен интернет, где, например, в ходе военной операции отключен интернет, и не работают, допустим, облака одно, то есть связи с облаками нет. И тогда вот эти муравьи и пчелы могут оказаться эффективными, то есть забросить на территорию противника, отключенную от интернета и всего этого, забросить таких пчел, и они действительно передадут, будут сообщать там в режиме реального времени всю нужную информацию, и, кстати говоря, довольно обширную, то есть все они смогут передавать. Ну, вот я вспоминаю также разработки, по крайней мере, идея была такая, то есть разработки микробеспилотников, то есть маленьких очень беспилотников, которые тоже размером там с ту же самую пчелу могут быть, и, в принципе, они уже есть, то есть такие беспилотники существуют, довольно эффективны, и они могут доставить даже заряд, допустим, аналогичный там заряду пули, доставить его прямо вам в голову. Предлагалась, например, такая идея, что можно начинить ракету такими пчелами, таким роем, там засунуть 2 миллиона пчел в несколько там, допустим, в 2-3 десятка ракет, обстрелять этими ракетами город, и таким образом ракета, которая достигнет города, значит, из нее вылетит рой вот этих сотен тысяч пчел, и у каждой пчелы будет задача, допустим, убить определенного человека, ну или человека по определенному критерию, и это возможно сделать, и при этом, значит, получится так, что противнику, использующему такое оружие, достанется город без людей, то есть они будут уничтожены, но при этом вся инфраструктура, абсолютно все сохранится, не будет никакой радиации, то есть просто люди будут изъяты из жизни, вот мир такой станет миром без людей. И вот эти идеи уже, то есть они реально, их можно воплотить в жизнь. Ну, собственно говоря, то есть что-то останавливает в плане этики? Я считаю, что этические вопросы, касающиеся развития систем с автономным, с искусственным интеллектом, сознательно забалтываются, никаких мер сдерживания не предпринимается, и просто сознательно общество, в течение последних лет 15, пока идут об этом разговоры, общество обмануто теми специалистами и технократами, которые ратуют за развитие систем с искусственным интеллектом, они много слов могут говорить по поводу какой-то безопасности или предсказуемости этих систем, но по сути дела ничего не предпринимается, то есть это все пустые слова. Это было мнение Игоря Шнуренко. Что вы думаете по всему этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Продолжение следует...